Здравствуйте, служба судебных приставов. Дверь откройте, пожалуйста. Этих незваных гостей в форме судебных приставов не жалуют. Ищут различные способы, чтобы отказать в общении. К примеру, в этой квартире хотят пообщаться с мамочкой ребенка, который сейчас проживает в Центре социальной помощи семьи и детям, на содержании государства. Мать должна платить элементы ежемесячно около 5000 рублей. Берут от среднемесячной заработной платы по России, которая составляет 18 тысяч, ну, поточнее. И высчитывают, берут, допустим, 1 четвертую от 18 тысяч, это 4 700. То есть, если человек работает, то 25% вычитают заработной платы. Гражданка объясняет отказ впустить судебного пристава в квартиру тем, что ее закрывают. Ключа у нее от жилья нет. Общение продолжается через окно. Как вы так не знаете, что вы должны платить элементы? Если у вас ребенок находится в Центре социальной помощи, вы родительских прав не решили, да? Угу. Не решили? Наталья Сумцова, судебный пристав-исполнитель Полевского районного отдела, поясняет, что ее задача – взыскать с неплательщика долг. Если он не работает, дать направление в Центр занятости населения, то есть побудить человека к труду, а значит, к заработку, с которого впоследствии и будет взыскиваться долг по алиментам. А в этой квартире живет уже многодетная мама. У нее трое детей. Старший живет в школе-интернате. Самой мамы сегодня дома нет. Она уехала на деревню к дедушке. На все вопросы отвечает ее мама. Да, Кирюшка есть. Платит она на него алименты? Как она на него будет платить, если она в декретном отпуске? То есть не платит, да? Да. Инакий Кирилл Андреевич, 1996 года. Да, да. Вот подождем, вот дети подрастут, потом. Ситуация типичная. Рожают не по одному ребенку. Алименты на одному не платят, так как сидят в декретном отпуске. Пособие получают, на пособие мы обратить за скание не можем. А в этой квартире живут мама и безработный сын. У последнего 9 лет назад родилась дочь, которой он должен платить алименты. Но долг на сегодня более 300 тысяч рублей. В счет долга описывает имущество бабушка в панике. Она уже содержит непутевого сына. И чтобы его по решению суда не лишили свободы, видимо, будет содержать и еще его дочь. По решению суда злостных неплательщиков алиментов, а таких только в южной части Полевского проживает около 350 человек, могут приговорить к принудительным работам. Если эта мера окажется недейственной, последует и лишение свободы. Злостных неплательщиков мы предупреждаем по 157 статье Уголовного кодекса, то есть злостная неуплата алиментов. Выносим предупреждение, если никаких оплат и помощи ребенку не оказывается, то уже должник привлекается по 157 статье и в зависимости от злостности ему назначают наказание суд. А вот еще один адрес в списке судебных приставов исполнителей. Здесь дверь открывает сам должник. С неохотой, но впускает пристава в дом и начинает жаловаться на жизнь. Рассказывает, что уволился с последнего места работы, так как уж слишком большие суммы алиментов. С него взыскивала бывшая жена. Наталья Сунцова объясняет, сумма была велика, так как и задолженность не маленькая. Забирали по 50% от заработка, 25% на погашение задолженности, 25% в пользу иждивенца. Это не устраивало папочку, и он решил просто уволиться. Сейчас живет на попечении своих престарелых родителей, и это его устраивает. Есть среди аргументов у неплательщиков и истории о нежелании обеспечивать деньгами бывших жен. Они не думают, что они платят на содержание ребенка. Они считают, что отдают лично на нужды, на личные мам. Судебный пристав-исполнитель Полевского районного отдела Наталья Сунцова обращается к нерадивым родителям. Если вы не хотите, чтобы к вам пришли судебные приставы с исполнительным листом, исполните свои родительские обязанности, как это предписывает закон. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.